В этой квартире, рассказывает Кристина, она живёт вдвоём с мамой. Летом они часто ездят на дачу. Когда вернулись после очередной поездки за город, глазам своим не поверили. В доме был настоящий погром. Вот окно вот это было целиком открыто. Вот тут у меня щеколда, она вот, не знаю, тут уже не видно. Было на щеколду закрыто, но она сломана, её выбили. Вот, тут стоял у нас цветочек, он валялся. Вот здесь вот он, видимо, как-то так вот заходил. Все шкафы были распахнуты, а вещи разбросаны, вспоминает Кристина. Пропали ценные вещи и деньги. Хозяйка позвонила в полицию. Неизвестный, через окно проник в её квартиру, расположенную в одном из домов на Кленовом бульваре. Также злоумышленник похитил золотые ювелирные изделия, компьютерную технику и иностранную валюту. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей. Прибывшие на место стражи порядка быстро восстановили картину произошедшего. Чтобы пробраться в дом, предположили полицейские, злоумышленнику хватило и пяти минут. Он подтянулся на газовой трубе, отбросил москитную сетку, сломал щеколду и залез внутрь. Там незваный гость тоже действовал быстро. Всё ценное складывал в заранее приготовленную сумку. Покинул квартиру тем же путём, через окно. И скрылся на поджидавшем его автомобиле такси. Но машину вскоре полицейские вычислили. Она попала в объектив камеры наблюдения. Такси остановили, пассажира задержали. У мужчины изъяли нож, им он вскрывал окно. И перчатки, в которых орудовал, чтобы не оставить следов. В отделе полиции подозреваемый признался, он домушник со стажем. А вот водитель, уверяет задержанной, в доле не был. Я попросил, чтобы он меня повозил по Москве. Объяснили зачем? Нет. И не зачем. Таксист по делу проходит свидетелем. А вот его клиент уже сознался в причастности ещё к двум кражам, совершённым на территории Южного округа столицы. Но стражи порядка подозревают, это далеко не всё. И устанавливают, сколько точно квартир наведался злоумышленник. Елена Бабаева, Евгений Лин, Петровка, 38.